Всем привет! Это Алекс, добро пожаловать на мой канал всего понемногу и немного обо всём. Надеюсь, что каждый из вас найдёт здесь что-то интересное для себя. Как вы уже догадались, сегодня вас ждёт очередной обзор коробочки Glossy Box. На этот раз это мартовская коробочка, и она, можно сказать, особенная, так как это была лимитированная коллекция, и в этот раз они сотрудничали с торговым центром, одним из самых знаменитых в Лондоне и в Англии. Это Harrods. Я думаю, многие о нём слышали, если нет, можете почитать в интернете. И я думаю, вас он действительно заинтересует. Это то место, которое действительно стоит посетить, бывав в Лондоне. Вот так вот выглядела эта коробочка. Она белого цвета, и снизу логотип Harrods. Так что, если вам интересно, что же было внутри этой коробочки, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Как я уже показывала, она белого цвета. Она такая вот гладенькая, глянцевая. Когда мы её открываем, внутри практически всё то же самое. Тут лежит приветственное письмо. Она такая вот чёрная открыточка. И оно было, конечно, красиво завязано. Я уже завязала не так. Такой вот зелёный бантик. Честно говоря, мне этот цвет такой болотный не очень нравится. И таким золотым шрифтом на ней написано Harrods. Так что была липучка тоже с логотипом Harrods. Сразу хочу сказать, что этой коробочкой я осталась недовольна. Но не потому, что здесь были плохие продукты, а потому, что её перед тем, как мы её получили, очень хорошо разрекламировали. Продукты в ней были просто супер-мега-идеальные, которые я очень хотела попробовать. Но в моей коробочке их не оказалось. Поэтому вот я и расстроилась. Мне очень жаль, что тем людям, которые представляют эту коробочку, это какие-то знаменитые блогеры английские и влогеры, им всегда продукты приходят на неделю раньше, а также продукты всегда намного лучше, чем у нас. Вот это меня немножечко расстраивает и обидно, с одной стороны. Но, в принципе, если с другой стороны заглянуть на мою коробочку и сравнить её со всеми предыдущими, мне кажется, что она очень и очень удачная. И давайте начнём. Буду по порядку, наверное, как было всё написано в самой открыточке. Выглядит она, как всегда, одинаково, в принципе. Вот. В этот раз почему-то здесь не написали цены. И также не пишут, для чего, как бы, и как пользоваться этими продуктами. Первый продукт в моей коробочке, это была миниатюрка духов. Как вы знаете, я не люблю, когда кладут какие-то пробники духов. Но этот мне очень-очень понравился. Он очень мило был упакован. Это вот такие вот духи от Versace. И внутри они выглядели вот так. Такая вот маленькая прикольная баночка. Очень-очень она мне понравилась. Здесь также вот есть логотип Versace, как и здесь. Очень красивый такой дизайн. Вышли эти духи не так уж и давно. Vanitas называется. И здесь у нас 4,5 мл. Но, мне кажется, на пробу совсем и ничего. Она просто вот так вот открывается. Запах мне очень-очень нравится. Таким чем-то кисленьким пахнет. И, мне кажется, там в составляющих есть лайм. Как было написано в описании, что это аромат для современной, сильной и уверенной в себе девушки. Я оценила по достоинству этот аромат. Он действительно мне очень нравится. Хотя он такой немножко тяжеловат. Но все-таки покупать, возможно, я и не буду. Но с удовольствием воспользуюсь такой вот маленькой миниатюрочкой. И она отлично дополнит мою коллекцию. Следующий продукт, который был в моей коробочке, это вот такой вот тюбик синенький. И это баттер для тела. Масло. Очень мне понравилось. Здесь 50 мл. Довольно-таки большой пробник, что мне и нравится. По-моему, в полной версии там идет 200 мл. И 200 мл стоит 20,50 фунтов. В принципе, считаю неплохое. Это от фирмы Bliss. Первый раз слышу о такой фирме. И он называется Blood Orange and White Pepper Body Butter. Значит, я стала смотреть про эту фирму в интернете. И она позиционируется как спа-продукция. В общем, там все по уходу за телом, за лицом. И, в принципе, достойных продуктов очень-очень много. И мне очень понравился этот крем. Я сегодня и вчера пользовалась им с удовольствием. Очень мне он нравится. Пахнет таким апельсинчиком. Вот реально таким вот настоящим апельсином. Никакого химического запаха нет. Очень мне нравится. Он обычного белого цвета. Я думала, что он будет немножечко погуще, так как это баттер все-таки. Но он такой довольно-таки жиденький. Очень хорошо распределяет цепку кожи. Он увлажняет ее хорошо. Придает такой аромат свежести. Мне очень-очень нравится. И пробегает холодок. Вот это самый главный эффект во всех баттерах. Это то, что он немножечко холодит кожу. Чувствуется такая свежесть. Очень мне нравится. С удовольствием буду пользоваться. И, возможно, даже куплю полную версию. Очень классная штука. Следующий продукт, который был в моей коробочке. Это вот такой вот маленький пробничек. От фирмы Revive. Никогда такой тоже не слышала. Он с FPF 30. Это крем, который увлажняет кожу. И предотвращает увядание кожи. Вот эту серость. И когда я увидела цену полной версии продукта, я просто была в шоке. У нас здесь маленький пробничек, в котором... Сейчас скажу, сколько. Которым 7 мл. В оригинальном размере он идет 60 мл и стоит 235 фунтов. Я была просто в шоке, насколько дорогой этот продукт. Возможно, он хороший. Но я не смогу им воспользоваться, так как он идет анти-эйдж. И знаете, куда он пойдет. Конечно же, моей маме. Далее, что было в моей коробочке, это вот такая вот миниатюрка блеска для губ от Lancome. Juicy Tubes. Я думаю, все вы о ней знаете. Здесь у меня 7 мл, по-моему. Такой вот маленький. И он у меня в оттеночке 93. Toffee R&B. Действительно, он пахнет чем-то таким карамельным. Мне даже напоминает Меллер. Тюбик довольно-таки маленький. Он идет с носиком, как и многие тюбики. Пахнет он очень-очень вкусно, как уже говорила Меллером. Очень мне нравится. Но единственный минус, даже два минуса в нем. Во-первых, он очень-очень блестящий. Я попробую показать вам свой, не знаю, будет он виден или нет. Он очень-очень блестящий. Вот. Очень-очень блестящий. И эти блестки буквально везде добиваются в складочки. Цвет неплохой. Мне он очень-очень подходит. Но огромный минус этого блестка, это то, что он очень липкий. Он жутко липкий. Волосы липнут моментально, если небольшой какой-то ветерок. Так что, конечно, полную версию я покупать не буду. Этим допользуюсь. У меня уже собралось очень много всяких пробников, блесков. Как на губах он смотрится, мне действительно очень-очень нравится. Он такой, вроде как бы коричневый выглядит. Но на губах он очень мило распределяется, подстраивается под цвет. И очень красиво играют эти блестки на свету. Но мне кажется, их немножечко-немножечко за много. Полный такой тюбик, в нем 30 мл и стоит он 15,50. И последний продукт, который был в моей коробочке, это вот такой вот пробник Clorans. Мне кажется, что-то похожее было в Glambox когда-то. Здесь 30 мл такой пробничек. Extra Firming Body Cream. Значит, он подтягивает, тонизирует, возвращает вашей коже эластичность, здоровье, молодость. Наносится его на все тело, везде, где вы только хотите. Говорится, от кончиков пальцев до шеи. Нужно его наносить такими, как бы сказать, подтягивающими движениями, да, снизу вверх. Не знаю, пока что не пробовала им еще пользоваться. Попробую мазать какие-то свои проблемные места. Вот мне нравится, что тюбики у них всегда закрыты. Это понятно, что никто им не пользовался никогда. Не знаю, насколько хорошо это слезо, действительно ли оно помогает или нет. Мне кажется, 30 мл будет немножечко за мало для того, чтобы понять эффект. Полный размер идет в 200 мл и стоит он 39,50 мл у нас здесь в Англии. В принципе, я думаю, продукт должен мне понравиться. Попробую и буду знать свое точное мнение о нем. Вот и все, моя коробочка пуста, здесь больше ничего не осталось. Очередная пустая коробочка в мою коллекцию. Как я уже сказала, я не очень была довольна, потому что я не получила тех продуктов, которые получили блогеры. Там были и пробники духов Fendi, у них была мини-помада от Burberry. У них были различные сыворотки и в Сен-Лоран, и всякая вот такая фигня. Там были пробники масел для снятия макияжа от Shui Mura, были гели для душа и масла для тела от Molten Brown, которая считается люксовая английская косметика по уходу за кожей. Поэтому я немножечко расстроилась и не знаю. Но в принципе, если бы я не знала, что получили другие блогеры, то я бы вполне довольна была этой коробочкой. Очень мне она понравилась. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно. И всем пока, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok